Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актера Дмитрия Исаева. Отношения с популярной актрисой, которая была намного старше, и венчание с лучшей подругой и жены – личная жизнь этого актера. Дмитрий Исаев – российский актер, который в свои 45 лет достиг больших успехов в карьере. Родился он в Санкт-Петербурге, где его мать работала гримером в Большом драматическом театре. Она утверждала, что ее сын является внебрачным ребенком известного советского актера Владислава Стряжельчика. Однако сам артист свое отцовство отрицал. О том, кто на самом деле стал его биологическим отцом, Дмитрий узнал только в 12 лет. Учился он в элитной школе, где в свое время постигали азы науки внуки Пушкина. Дополнительно он занимался спортом и много времени уделял занятиям скрипкой. Вскоре будущий актер начал уставать от такой нагрузки, поэтому решил остановить свой выбор только на музыке. Но спустя какое-то время эти уроки ему пришлось оставить из-за своего расписания. Артист признавался, что занимался скрипкой только потому, что на этом настаивала его мама. А не найдя общего языка с преподавателем, при выборе репертуара Дмитрий решил насовсем распрощаться с музыкальной карьерой. Долгое время он не знал, чем будет заниматься дальше, так как уже пришла пора поступать в ВУЗ. Дмитрий чуть было не отнес документы медицинские, но его вовремя остановила близкая подруга, которая и объяснила ему, что его признание – это лицедейство. Несмотря на то, что в театральный ВУЗ Санкт-Петербурга Дмитрию удалось поступить только со второй попытки, это никак не сказалось в дальнейшем успешном развитии его карьеры. Дмитрий – прирожденный трудоголик, поэтому учебу он совмещал с постоянными подработками. Тренер по фитнесу, массажист, ведущий на радио, директор магазина и даже грузчик на железной дороге. Кем только ему не пришлось поработать. Свою творческую биографию Дмитрий начал еще в 14 лет на театральных подмостках. Примерно в это же время юный артист начал появляться и в кино, где долгое время довольствовался второстепенными ролями и был никем не узнаваемым. Мало кто вспомнит, что Дмитрий принял участие в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Вангуст» и другие. Настоящая же слава пришла к нему после съемок в сериале «Бедная Настя». В столь новом для себя жанре актер попробовался впервые. И нужно отметить, что этот опыт стал для него более чем удачным. С тех пор почти ни один исторический проект не обходился без его участия. Помимо творческой жизни, била ключом и личная жизнь Дмитрия. Первой супругой актера стала его однокурсница Ася Шибарова. А вскоре после свадьбы у супругов родились девочки-близняшки София и Полина, которые впоследствии также связали свою жизнь с искусством и уже имеют опыт съемок в кино. Второй избранницей Дмитрия стала балерина Инна Генгевич. Вместе они прожили 6 лет, но расстались из-за романа актера с лучшей подругой жены. Буквально сразу после развода Дмитрий женился на той самой разлучнице, которую звали Оксана Рожок. С ней артист даже обвенчался. А в 2014 году у пары родился сын, которого назвали Александр. Также известно, что непродолжительное время артист состоял в отношениях с известной и замужней актрисой Ноной Гришаевой, которая была старше его почти на 11 лет. Ради сохранения семьи Оксана данную ситуацию комментировать не стала. Также в жизни Дмитрия был непростой период, когда он стал выпивать. Это случилось во время творческого кризиса. В этот момент благополучно выйти из сложившейся ситуации ему помогла вторая супруга. Однако после третьего бракосочетания наш герой снова вернулся к этой пагубной привычке. Но остановиться смог уже собственными силами. Если у Дмитрия Исаева появляется свободное время, то он проводит его за просмотром любимых фильмов 20 века. Пишите свое мнение в комментариях, нравится вам этот артист или нет. И какие картины с его участием вы успели посмотреть и может даже полюбить. Всем огромное спасибо за внимание. Желаем всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok